Без дата, я никогда не помню дату, и зачастую плюс-минус день, неделю Того у нас 28 октября, Дмитрий Сергеев привез свои новые модели Ну, что-то новое, что-то старое, включая разных девушек Больших масштабов, о! Ну там, как говорится, на любителя, как говорится, это не 43-й Девушка с болтом, с этим самым С гаечным ключом С гаечным ключом, да Чтобы это не мешало, гуглы-шмуглы Здесь вот немножко, скажем так, они немножко отличаются по размеру Это вроде бы поменьше немножко Типа 45-й и 48-й? Они как бы вот... Или просто большие? Меня просто, как говорится, вот Как бы раскритиковали, что это слишком большая выходит Проводница Сжинова А там такая же, да, или она чем-то отличается? А там ТКС и ТК-3 Там танкетка другая Ага Я уж, как говорится, наглить не стал и не стал добавлять с 20-мм пушкой Ха-ха-ха Хотя раньше делал Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Вам это оба ТКС, нет? Нет Что, что это? Там амбразура такая... А-а-а, Семен Семенович, да, да, да Виноват Ну, еще, как говорится, это самый Дениски все, как говорится Вот, и что ты там своими каряковалями на днищу пишешь, кажется, это у тебя они в каталоге есть А человек, который, как говорится, купил ее, потом через два на полке достает и пытается вспомнить А что же он купил-то? С какого будуна это у него? Так, значит, вот это у нас, это радиотор, да? А это, это, ну как это, русский ренон, но, как говорится, со смешанным вооружением У него пушка и пулемет А это вот СССР в рабочем состоянии А, то есть он с убранной антенной и работой Ну, правда, у нас антенны как-то они имеют тенденцию не держать форму Не держание его антенн, да? Нет, тут можно немножко подтянуть ее Ага, барышень сейчас Ой Это шарди капитей А, французская тема А я еду так, смотри, телефон пришел, попробую позвонить, позвонил, вообще-то не отвечает Да, это мой русский, не отвечает Я все никак не могу понять, как он работает То есть вроде как звонки-то он принимает, а то ли в нем звонок выключен Там еще сам телефон немой, а какой-то новый Или старый наоборот Надо уже начинать электронными симками пользоваться Такс Шарду Дюкопитейн Такс Эрак 4, 40-й год Это ему уже пушечку подлиннее поставили, а? Ну там, калибр такой же, да? Нет, больше камуфляж, они на 40-мм, они на всех стояли Опять французские, польские тараканы Лучше в коробке, чем в голове Да, 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 да Так, это ТКС Да, это ТКС Классика Даже шансовый инструмент на его Навешан где-то, да? Да, а спереди он А, вон, да, да, действительно Плюс-ка, запасной каток У меня еще там где-то, я сейчас буду соврать, кажется, какое-то количество Я там в процессе начал играться То есть там, где-то, то же самое, но камуфляж Угу Еще когда я садикалю бы как-нибудь сделать, красавчик Потом я уже, как говорится тут Нашел одну контору, они вроде как Вы уже на дороге Да, вот это я, я вот не знаю, мне откуда-то прислали их Так, а это уже немецкий трофейный, да? Да Есть держалка для пулемета А, как бы, они вот, как бы, на этих она, как бы, стойка есть Угу Ну, самое забавное То есть, как кронштейн, как бы, без укрепления А этот кронштейн, да? А эти, как бы, тут, скажем так Я сейчас не помню уже система, как у меня была А это вот ТК-3 Угу Ну, как бы, у него как раз здесь вот стойка для пулемета-то есть Вилка с поворотом Да, вот крепление Да Видно, что Амбразура пулемета другая Ну, вот Вот там такая сзади, и спереди Да, ТК-3 ВЗ-28 ВЗ-28 Пушечный 38 Мама-пипа Вот Крокодил Какой большой крокодил А там дальше у нас этот самый, Эм... Они сначала сделали полугусечные шасси, а потом гусеницы заменяли? Да, они сначала закупили полугусечные шасси целиком, сделали, потом поняли, что же мы наделали, а он уже едва ползает по дороге Тараки наборные, причем теоретически они в девичестве даже были подвижные Но когда я его немножко думал матовым лаком, все гусеницы встали и пальцы перестали вываливаться Пулеметы не ставил, потому что это испытание на Ржевском полигоне, на нем они не стояли Для масштаба, чтобы за французами не спрятаться было Да, а то французов за ними не видно, а уж тем более клопов Пулемет Хранчузский А у нас, я не помню, мы делали танк 17-й Рено с генерала Паттона Делал, делал, да Камуфляжи У нас даже был какой-то конфликт, приходит у меня фотография, как говорится А это не Оля там у кого-то появился Я фотографию рядом с нотом снимаю Оба, как говорится, и картинку, и то, что у меня стоит Да, мне надо Я, наверное, не привез, просто они у меня где-то в одном месте стоят У меня все ходы записаны Это который борется за свободу товарищ Ленин Потом, по-моему, еще один был Как бы с пушкой Пито Там, по-моему, третий или четвертый был Так, в основном, старался пояс один Который в девишестве гостец был Замечательный камуфляжик Это немцы? Нет, это француз У них как бы базовый, вообще был серый Причем у меня сейчас вот несколько есть выкрасок Причем они, как говорится, что не люблю, как говорится Красят, ну и как бы прорисовки делают Как бог на душу положит Хотят, да Потому что Был, был польский, например Он серый И по нему вот таким вот, кажется, где-то Даже вот, наверное, вот такого вот оттенка зеленым Камуфляж нарисован Яркий такой, да? А вот это одинаковый просто в разных местах, да? Да, это разные Парами, да? Да Нет, есть, значит, та самая Круглая башня, она не совсем летая А, да, да, да Тут вот эта самая башня А тут очень-то восьмигранная Классика Как говорится, там как-то сказали Было где-то сказано еще, по-моему, в технике Малове, что вот, ну Наши, как говорится, еще не смогли освоить, как раз, летую башню, как говорится Угу Тут, ну, немножко камуфляж Угу Угу Ну, тут башня более-менее такая же, да? И этот самый Так 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 Это у нас А там где-то еще к нему это самое Да, вот антенна, сейчас, кстати, вот интересно, у меня она где-то здесь лежит, или я ее похитил Вот 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 Уже три Тогда, как говорится, у меня антенна за мной А это модернизировано с 31-го года Ну, или, скажем так, частичную модернизацию, потому что они, как бы, не всегда модернизировали по полной программе А что модернизировали? Да А поменяли пулемет Угу Угу У них поставили, поставили шеттельровую Вот Вот Немножко другая бронировка Вот А на некоторых, как говорится, еще и меняли деревянный направляющий ролик, с вами или ленивец На На Этот самый Металлический, да? То есть у них там, скажем так, народное творчество, как говорится, ну, как бы, я говорю, что вот фотографии есть, допустим, с сорокового года, там далеко не все, как говорится, как бы, во-первых, не так много их было, как говорится, именно Угу А вот, а, нет, от него, да? А вот две Тут три даже Даже три Торчат французские, да? Ну, тоже французские, они вот, кстати, паукушку гощеса как-то У нас была ПС-1, что-то не очень, как говорится, часто ставили, причем, в основном, по-моему, то ли это экспорт был, то ли это, как говорится, какие-то единичные были моменты Угу То есть они их, почему-то, вот все, все ставили спито, хотя у них, все-таки, по бронепробиваемости, она была немножко, все-таки, посильнее Угу А это что у нас там такое? Друглая башня, пулемет? Друглая башня, пулемет, как говорится, ну, просто другой камуфляж Угу Потому что их, как говорится, надо, как говорится, смотреть, потому что они, камуфляжкой рисовали, такое ощущение, что по сезону Угу То есть сезон такого-то года, а это сезон со следующего Ну да, вот это и самое включение взяли и Не, ну, в принципе, у нас в технике молодежи в 42-м году была, как говорится, информация, там был ремзавод, который восстанавливал танки И там как раз говорилось, что вот был камуфляж, значит, вот весенний, как говорится, он более зеленый Угу Летний он такой менее яркий, но тоже зеленый А вот, как говорится, осенний он более такой яркий, ну, в желто-коричневых оттенках Угу Ну, это вот с коротким стволом Угу Тут как бы разную башню, во-первых Ну вот Вот он, как вот этот вот, да, примерно Здесь вот, как бы, АПХ-1 Вот Причем, как бы, вот, командирские были, вроде-то, вот, на коротком стволе И командирский, это тот самый, где-то, дополнительный антенк спереди, да? У него радио дополнительное было А у этих командирские башенки разные, да? Да Ну, во-первых, это, опять же, как говорится, значит, здесь, так Это, значит, АПХ-1 с длинным стволом Ага Вот, а это АПХ-4 То есть, вот эти три, это АПХ-4, да? А это АПХ-1 Да Да, АПХ-1 Да Да, АПХ-1 Один А, если уж, по-моему, совсем То есть, они, как говорится, делали, как бы, у них, как бы, сначала сделали с коротким стволом Ага Потом что-то подумали, а щелкаться, и делаем все-таки с нормальным, так говорится Угу И командирскую башенку поменяли, да? Да Нет, башенка, вроде, оставалась и одинаковая Да, она, вот, как-то у вас тут разная Так, щас будем смотреть Так, щас будем смотреть Это АМР-35 ЗТ-4 с башней 31-го года Это итальянские дела пошли у нас? Нет, это Франция, ну, как бы, они, то самое, как бы, такой немножко, скажем так, возможный вариант, потому что, как бы, не совсем, как говорится, скажем так, ясен вопрос с башнями, многие, с одной стороны, сутили вообще без башен, но, как вариант, башня могла стоять любая Угу Потому что погон там у них стандартный был Угу Хотя, да, был ли, да, таковая Запомнил, конечно, да, смотрится, да, даже маленькая башенка на этом танкетке Ну да, потому что это, ну что все, все было А у нас ладеба был, или это в прошлый раз у привозили этих? Такова несколько штук Сейчас А, вот они Я помню, что их было много. Это росыпь. Танки росыпь. Танковые остатки. Вот этих остатков еще довольно много. Так это 34-й, да? Да, это 34-й вариант верма. Конец 39-го, 40-й год. Польские товарищи обзавидуются. Да, когда видят этот фарк. Да, это самое предчувствие меня, его не обманули. Да, да, да. Я так понимаю, что ТКВ более-менее экспериментальный был, да? По-моему, он до войны дожил, но уже не это самое. Не повоевал? Да. Так, а что у нас разные в них? Во-первых, там разное вооружение немножко. А, вижу. У одного была саморанная пулеметная установка. А тут пулемет прямо внутри, да, просто? Да, они просто сняли, выбили яблоко, как говорится, и... То есть у них, как бы, на ночь был такой вариант, что просто они просто вставляли остальную козырецу. В отверстие просто, да? Да. Да. Так, ну, вот я тут уже и здесь. Угу. Всё, great, great success! Вот оно, этот, отчётное, так сказать, собрание за полгода. Спасибо.